Республиканские производители Мы обсуждаем конкурентоспособность регионального производства и в первую очередь бизнеса. Я Кирилл Кукош, здравствуйте. И мой собеседник сегодня, ректор Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, пожаловать в Уфу снова. Мы с вами уже общались в прошлом году, обсуждали образование. Сейчас хочу углубиться в экономику. Вы как человек, работавший в команде Собянина, сейчас на самом высоком уровне обучаете управленцев. Интересно ваше мнение именно по развитию регионального бизнеса. В Башкортостане планировал закрыть 50% потребностей России в телекоммуникационном оборудовании. Но на деле, как я уже сказал, цифры получились в разы меньше. И даже на местах здесь, в республике, большим спросом пользуются китайские, американские производители. И вот звучат предложения о запрете покупки иностранных такого оборудования и полностью искусственно импортозаместиться за счет запрета. Насколько, на ваш взгляд, жизнеспособен такой подход в региональном бизнесе? Ну, это общий вопрос. И он касается не только региональных, но и общегосударственных проблем. Желание все запретить и перейти к ручному управлению, оно, в общем, периодически всплывает. Оно всегда существует. Но, на мой взгляд, это такой тупиковый путь. Когда случились санкции, то многие рассматривали эту ситуацию, которая искусственно и временно сложилась, как очень большой шанс для российских компаний в определенных сегментах, где иностранные конкуренты временно исчезли с российского рынка. Но чаще всего это привело к тому, что очень объединился ассортимент и повысилась цена. То есть, на самом деле, российские производители повели себя в рамках рыночной логики. Если у них нет конкурентов, то они могут повысить цену, потому что альтернатив нет, и не очень заботятся о качестве. Поэтому всегда, когда речь идет о каком-то запрете и о таких жестких, однонаправленных преференциях, мы имеем риск получить обратную ситуацию, когда развитие прекращается. И вместо этого российская компания начинает вести себя как, в общем, такой грубый монополист. Почему на ваш взгляд все-таки так происходит? Отдают предпочтение, даже зачастую при равных ценовых условиях, отдают предпочтение американским, китайским товарам, нежели нашим местным. Это недоверие, это недостаток качества. Что здесь? Ну, я не эксперт в маркетинге, тем более в этом сегменте, но могу предположить, эта ситуация, наверное, не уникальна только для этого сегмента, что, конечно, во-первых, это сила привычки. Многие годы российские потребители покупали продукцию американских, позже китайских производителей. Это очень конкурентный рынок, и они борются. Ну, можно говорить о том, что, в общем, кто-то сильно привык к таким производителям, уже какие-то связи возникли на уровне компаний, которые покупают это оборудование. Конечно, сила бренда, надо сказать, что эти бренды себя давно в мире зарекомендовали, и любой бренд, который будет выходить, в том числе российский, в том числе башкирский, он столкнется. Вот с недостатком своего бренда, потому что пока нет успешных историй, ну, и, по крайней мере, в несопоставимых масштабах. Еще одна история – это условия поставки. Очень часто при равном качестве и даже одинаковой цене условия поставки, кредитования и так далее западные конкуренты могут себе позволить более комфортными для покупателей, нежели российские. А в чем вы видите выход из этой ситуации? Как конкурировать республиканскому бизнесу, пусть даже не в этом сегменте? Отечественному. Я бы предпочел говорить об отечественном, поскольку эта ситуация не уникальна для Башкортостана. Это касается многих продуктов, российских товаров и услуг, которые производятся здесь. Ну, опять буду говорить почти известные и банальные вещи. Какая-то система поддержки, преференций на старте. Странные государства. Да. Кстати, очень важно выходить на экспорт. Для того, чтобы тебя, как это ни странно звучит, покупали в России, тебя должно быть видно на мировом рынке. И вот здесь поддержка российского правительства любой отечественной продукции, в том числе оборудования, электронного оборудования, которое выпускает Республика Башкортостан, было бы очень важно. И здесь есть российский экспортный центр, есть система сопровождения экспортных контрактов российских товаров. Поэтому, может быть, башкирским производителям целенаправленно пойти на то, чтобы появиться где-то на мировом рынке. Если, насколько я знаю, это так, эта продукция сопоставима по цене и по качеству с мировыми аналогами. Находится региональный бизнес, представленный, так скажем, на мировом рынке, как вы говорите. Мы занимаем вот такую долю или все-таки вот такую сейчас? Такого животного под названием региональный бизнес нет. Есть конкретные компании в конкретных секторах. Некоторые из них хорошо известны в мире. Вот, возможно, вы удивитесь, есть такая российская компания Эбби, которая называется, которая делает программное обеспечение, в том числе, возможно, вы знаете систему распознавания, систему словарей Эбби, Эббилингва. Так вот, продукция этой компании поставляется более чем в 100 стран мира. Она более распространена, чем такой известный российский продукт, как автомат Калашникова на мировом рынке. И таких компаний не одна. Не могу сказать, что их много, она не одна. И это очень важно показывать. Ну вот мы в школе Сколковой недавно писали доклад. Мы писали про 15 компаний, которые работают, правда, не только на мировом рынке, но и на российском рынке, но с показателями, которые вровень или даже лучше мировых аналогов. Все-таки это хороший результат. И все компании не из сырьевого сегмента, что очень важно. Это хороший результат, но по весу он очень мал. Вообще наш бизнес, в данном случае я скажу ваше слово, ваше определение, региональный бизнес, очень местечковый. Очень местечковый. Вот если вы приезжаете в Германию и приезжаете в какой-то маленький город и начинаете говорить с местными бизнесменами, они обязательно сравнивают себя с мировым рынком. А мы в лучшем смысле, в лучшем случае сравниваемся с соседними регионами Российской Федерации. Вот мы лучше, чем эти в Челябинске, эти в Оренбурге, эти в Татарстане. Потому что сравнивать Уфу и Москву, это как бы не было. Не надо Москву, вы работаете не в Уфе и в Москве. Многие рынки, далеко не все, но многие рынки глобальные, да, вот особенно если это касается услуг, пример программного обеспечения, существуют мировые ориентиры. И вот нужно прививать культуру к тому, чтобы сравнивать себя с мировыми аналогами, а не с соседней улицей. Это вопрос амбиции. Не рановато. Вы же можете сравнить и не врать себе и сказать, что да, мы пока находимся во второй лиге. Но вы видите эту первую лигу? А не делать вид, что первой лиги не существует, а мы первые парни на деревне, потому что лучше, чем в соседней области работаем. По данным опросов различных агентств, практически 30% предпринимателей и руководителей предприятий в республике планируют закончить год в минусе. Соответственно, кому-то из них просто придется уйти с рынка. Вот на ваш взгляд, здесь чья больше вина? Это некомпетентность самих предпринимателей или это власть не дает нужной поддержки сейчас именно в сложившихся условиях? Я предлагаю не идти в такой традиционной российской логике, кто виноват. Объективные условия очень сложны. Сейчас кризис в России экономический, причем кризис системный, кризис, который идет уже несколько лет, и который сказывается в спаде и производства, и потребления. И любая компания, даже самая успешная, с очень с яйцеголовым руководителем, который все понимает и соображает, тоже будет испытывать эти сложности. Не только потому, что они плохо работают, они могут хорошо работать, но потому, что плохо чувствуют себя их потребители, которые уже не могут покупать по тому объему, по той цене, по которой они покупали раньше. Поэтому это объективная ситуация. И, конечно, каждая компания сталкивается с вызовом, как не исчезнуть в этой сжимающейся экономике. Пока экономика падает, и это сказывается на всех. Правительство предпринимает меры, но, к сожалению, они не до всех и не всегда дотягиваются. И, конечно, большое количество случаев, когда некоторым компаниям приходится закрываться. Это сильно ударяет по конкурентоспособности регионального, отечественного бизнеса? Именно поддержка власти, недостаточная точечная поддержка властей? Или здесь все-таки недостаток управления самих бизнесменов, самих предпринимателей? В некотором смысле это такая, может быть, санитарная очистка леса. То есть сначала умирают компании, которые наиболее неэффективны. Которые и здесь конкурировать не могут? Которые каким-то образом выживали. Но конкуренция – это всегда правила игры и количество участников. Важно, чтобы правила игры, честные конкуренции сохранялись. И были участники, чтобы рынок не сокращался до одного производителя, который в этот момент просто превращается в короля, и рынок переворачивается. Из рынка потребителя он превращается в рынок продавца, и это плохая ситуация. Давайте сейчас подключим к разговору генерального директора технопарка «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института». Владимир Шалом выходит с нами на связь. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Вам вопрос. В чем, на ваш взгляд, главная проблема конкурентоспособности регионального бизнеса, конкретно у нас в Башкортостане, и с чем столкнулись вы здесь у нас в регионе? Здравствуйте. Я здесь соглашусь с Андреем. Трудно говорить про региональный бизнес или проблемы регионального бизнеса. Это проблемы всероссийские. Но если говорить про наши предприятия, я буду сегодня только про производственное управление говорить, я бы не сказал, что большие проблемы. В принципе, мы писаем объемы от груза. Смотрю на сегодняшний день, по сравнению с прошлым июня. Практически на 100% поднято объемы глупости депротаза. Поэтому проблемы, если говорить, малый производственный бизнес. Какие проблемы? Ну, хоть мы и малое предприятие, наш технопарк, мы не можем пользоваться работами, предусмотренными для малого предпринимательства. Потому что наши проказчики, покупатели крупные, производственные компании, не будут работать с нами, если мы будем использовать расчет. И нам приходится платить и МДС, и продажи, и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже проблема конкретно бизнеса. А вот вы как оцениваете сегодня свой бизнес, в целом республиканский бизнес? Он конкурентно способен бороться с российскими конкурентами, с иностранными конкурентами? Конечно, способен. Потому что у нас в России есть и кадры, и крупные предприятия, машиностроение, химия и так далее. Поэтому я считаю, что республика очень способна. Ну и еще раз говорю, если говорить про мое предприятие, мы не просто в этом предприятии разбиваемся, увеличим объемы продаж, услуг. Ну, вы говорите, нарастили объемы на 100%, если я правильно понял. За счет чего это удалось сделать? Вы заняли свободную нишу, у вас спрос увеличился, потому что кто-то ушел из бизнеса? Ну, в том числе за счет импорта и замещения. Потому что выгоднее становится покупать нашу продукцию, которая по качеству не уступает, а по цене дешевле стала. Ну, как вам удалось выжить ваших конкурентов, тех же самых китайских, американских производителей? Ну, китайцы, слава богу, с нами не конкурировали, в нашей области. Но зато сегодня мы уже рассматриваем возможность начинать отброски, или пытаться поставлять наши смазочные материалы в Китай. Потому что, по нашим оценкам, становится им выгодно покупать нашу продукцию, которая по качеству превосходит, а по цене дешевле. Володь, то есть вы выиграли от санкций, да? И можно видеть тех людей, которые не только страдают, но и процветают на санкциях. Сто процентов выиграют. Кризис пошел на пользу. Предлагаю направить благодарственное письмо президенту Обаме за то, что твоя фирма стала процветать. Да, спасибо. На прямой связи со студией был генеральный директор технопарка хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института Владимир Шалом. Поговорим сейчас о стратегии развития малого и среднего бизнеса в России, которую утвердили в начале месяца. Там ставится амбициозная задача довести к 2030 году долю малых и средних предприятий в ВВП до 40%. Как вам такие планы? Ну, хотелось бы. В общем, если я правильно помню, то на сегодняшний день доля малого бизнеса в валовом национальном продукте примерно 25%. 15, 20, 25, да? Ну, максимальное 25%, даже с учетом теневого. В то время как в среднем по организации экономического сотрудничества и развития 50% есть страны, где эта цифра больше. Меня недавно поразили цифры, касающиеся структуры экспорта-импорта из Китая в Китай. Вот среди поставок России в Китай доля малого бизнеса менее 1%. А в поставках Китая в Россию доля малого бизнеса более 70%. То есть вот он ответ. И опять-таки вот она конкурентоспособность 1% и 70%. Да. И, в общем, как правило, малые предприятия легче переживают кризис. Они являются той губкой, которая во время кризиса впитывает в освобождающуюся рабочую силу с больших предприятий. Большие предприятия чаще всего тяжело переживают кризисы, если действительно это происходит в их сегменте. Им трудно перестроиться. У них очень большая стоимость материальных активов, фиксированного капитала. И в кризисы это несет огромную угрозу, когда вы продолжаете нести эти расходы, а выручки у вас уже такое нет. И вот в этой ситуации им приходится болезненно сжиматься. И вот этот организм, который впитывает, абсорбирует, высобудивающуюся рабочую массу, это малые предприятия. Их особенность в том, что их нельзя выращивать в ручном режиме. В ручном режиме вы можете построить большой нефтехимический завод, но создать 10 тысяч малых предприятий вы не можете. Это вопрос среды. Если среда есть, это как мох. Вот если среда есть, то он растет. Если среда плохая, то он погибает. Поэтому и весь мир так живет. Не в ручном режиме выращиваются эти предприятия, а уход за средой, то есть качеством предпринимательского климата, которое включает административную нагрузку, обучение персонала, доступ к кредитным ресурсам, качество инфраструктуры. Если все это есть на каком-то более-менее приемлемом уровне, это все начинает подрастать. Если этого нет... И мы видим вот такие положительные примеры роста в кризис. Да. Хотелось бы, чтобы эти цифры правительство реализовало. Страна. Спасибо большое за участие в программе. Если говорить о конкурентоспособности бизнеса республики, местный бренд башкирский мед известен далеко за пределами России. Мы поставляем его в США, Японию и даже Саудовскую Аравию. Но вот что интересно, зачастую в спросе, казалось бы, наш наилучший продукт значительно проигрывает китайскому дешевому аналогу. А что касается выработки, то конкретно по меду это всего лишь 1% от потенциала постоянно возобновляемого продукта. Вы смотрели «Взгляд» и моим собеседником сегодня был ректор Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов. Большое спасибо вам за участие в программе. Продолжение следует...